Всем привет! Сегодня снимем новое видео, оно все собственно за кадром, которое вы очень давно просите нас снять. Это видео про растяжку. Я вам покажу, как это делаю я, как я растягиваюсь, как растягиваются в принципе все консоры. И вы точно так же можете использовать те же самые упражнения, просто немножечко уменьшая нагрузку. Думаю, не стоит затягивать и погнали. Итак, начинаем с разминки. Ее обязательно нужно делать перед растяжкой, потому что мышцы нужно разогреть. Начинаем с шеи. Круговыми движениями разогреваем связки. Дальше разрабатываем плечи. Собираем сзади ручки в замочек и стараемся с ровной спинкой наклониться как можно ниже. Также растягиваем боковые связки. Я показываю немножечко ускоренно, вы можете стоять подольше немножко. Дальше поза называется flat back. Мы выпрямляем спину, наклоняемся на 90 градусов. Ручки прижаты к ушам и стараемся вес тела перенести на пальцы, на ногах. Опускаемся чуть ниже, уже на 45 градусов. Поза называется deep body band. И также переносим вес тела на пальцы. Беремся руками за голеностопы, притягиваем себя и растягиваем ахиллы. Дальше берем опять ручками из себя за голеностопы и делаем вот такие вот приседания. Обязательно стопы и колени движутся параллельно. То есть, куда направлены носки, туда направлены и наши колени. Приседаем как можно ниже, спину сохраняем ровной и прижимаем животик к ногам как можно ближе. Где-то 8 повторений нужно сделать. Собираем ножки в шестую позицию, обнимаем себя ручками и делаем складочку. Если не можете дотянуться до пола, стараемся с ровной спинкой как можно ниже опустить корпус. И я еще делаю небольшую разминочку стоп. Выхожу на полупальцы. Если вы дотягиваетесь руками с ровной спиной до пола, можете тоже попробовать. Это очень хорошо разминает подъемчики. Всегда гну подъемы, неважно растягиваюсь, я гнусь или что-то еще. Подъемы всегда. Делаем выпад на правую ножку. Обязательно соблюдаем 90 градусов в колене правой ноги и также левую ногу, заднюю, обязательно вытягиваем. Коленка должна быть ровная. Делаем легкие плавные пружинки, обязательно без всяких резких движений. Для немножко большей нагрузки можно вытянуть ручки наверх. И затем опускаемся вниз на локоточки, ставим ножку сзади на носочек и выпрямляем коленка. То же самое делаем на левую ногу, обязательно колено сзади ровное и 90 градусов на передней ноге. Ручки наверх, можно в стороны, как кому удобнее. Немножко разогреваю спину, стопы и делаем складочку. Берем все руками за голеностопы и выпрямляем колени. То есть я не тянусь спиной к ногам, а наоборот обнимаю сразу ножки и потом просто вытягиваю коленки. Можете сделать точно так же, это намного легче. Либо же сложиться в складочку вот таким образом, но я советую выпрямлять коленки наоборот. И еще разочек. Для большей нагрузки можно сократить на себя стопы, опять натянуть. И кладем ножки в стороны на тот уровень, на который вы можете. То есть стараемся по максимуму шире это сделать. Главное, чтобы колени смотрели точно в потолок. Следите за этим обязательно. И теперь начинаем с ровной спинкой. Обязательно немножко отходить руками все дальше и дальше и дальше. Когда привыкаете к этому состоянию, делайте еще один шажочек вперед. Дальше можно опуститься на локоточки и совсем лечь на животик. Стараемся именно с животом тянуться к полу. Главное сохранять колени в потолок. Тянемся на одну ножку в сторону. Растягиваем бок. Нижнее плечо стараемся как можно больше вывернуть в потолок. То же самое на другую сторону. Левое плечо стараемся толкать вверх. Одну ножку складываем назад за себя и также тянемся к полу. Это немножко сложнее, но стараемся не отрывать бедра. Можно потянуться в сторону немножко и снова вперед. Поднимаемся, ножки на ширине плеч. Одна стопа смотрит прямо, вторая стопа развернута на 90 градусов. И с животиком обнимаем нашу ножку переднюю. Стараемся держать спину ровной. То же самое на другую ногу. Я помогаю себе еще с помощью задней ноги. И притягиваюсь как бы рукой. И еще разок складочка. Переходим уже непосредственно к шпагатам. Сначала становимся на коленка. Выпрямляем спинку, привыкаем к ощущениям. Можно немножко потянуться вперед, так будет легче. И разъезжаемся. Если вы не садитесь до пола, обязательно вытягиваем заднее колено. И сидим вот в таком положении. Если же у вас немножко лучше растяжка, садимся полностью на пол. Следим, чтобы сзади было завернуто колено. И я еще перекрещиваю вот так вот корпус. Таким образом у меня точно все ровно тянется. Я никуда не перекашиваюсь. И вам тоже советую так попробовать. Делаем пару наклончиков назад. И складываемся вперед. Обязательно нужно растягивать оба петра. Не заваливаться на одну сторону. То же самое повторяем с другой ногой. Если вам легче растягиваться на правую, ни в коем случае не обделяйте левую ножку. Обязательно одинаковое время на растяжку уделяйте на обе ноги. Я все немножечко в ускоренном темпе показываю, но вам советую сидеть на каждом шпагатике где-то по 2 минутки. Дальше немножко растягиваем наши бедра. Каждой рукой продавливаем сначала одно бедро, потом второе. Пускаем ручки на пол и начинаем разъезжаться в поперечный шпагат. Очень важно тянуть поперечный шпагат коленками наверх. Не тяните его, разворачивая колени вперед, потому что так будут страдать ваши мениски. То есть сохраняем положение коленей вверх и стараемся сесть как можно глубже. И становимся на локоточке, также держа коленки в потолок и не горбим спинку. Есть еще вот такая вот классная штука. Поскольку мы танцоры, хореографы и все такое, нам нужно немножко побольше нагрузку давать на мышцы, чтобы растяжка шла быстрее. Поэтому мы используем разные приспособления, типа резинок, стульев и так дальше. Сейчас покажу вам интересный способ растяжки с вот такой вот спортивной резинкой. Садимся в бабочку, надеваем резинку на стопы. Ложимся на спину и делаем тот же поперечный шпагат, только лежа на спине. И пружиним немножко в стороны. Также можно попробовать собирать ноги, так очень хорошо прокачиваются внутренняя поверхность бедра. Но задача не из легких на самом деле. И если вы уже сидите на шпагате на полу, тогда можете использовать разные возвышенности. У меня это стул. Просто кладем пяточку на кровать, диван, стул, не важно. Вытягиваем сзади колено и пружиним потихонечку вниз. Стараемся как можно глубже просесть. Так как учебный год только начался, после летнего перерыва моя растяжка еще не совсем вернулась в форму. Но мы над этим работаем. Обязательно уделяйте одинаковое время на растяжку для каждого шпагата. Никогда не выбирайте одну любимую ногу, потому что вам это потом будет очень сильно мешать. Еще есть вот такое вот интересное упражнение. Смотрится легко, но на самом деле оно намного сложнее. Прижимаем оба бедра к полу, также поясницу прижимаем, одну ножку сгибаем в коленке на 90 градусов, другую выпрямляем и потихоньку начинаем ручками тянуть на себя. Очень важно, чтобы оба бедра были в этот момент прижаты к полу. После растяжки всегда нужно немного закачать мышцы, чтобы они вернулись обратно в нормальную форму. Я это делаю с помощью вот таких вот батманов 16 раз на каждую ногу. Стараемся не отрывать бедра от пола, поясницу также прижимаем максимально и опорная нога внизу вытянута и колено ровное. То же самое на левую ногу. И дальше делаем то же самое, только двойной батман. Стараемся вторую пружинку сделать еще выше, чем предыдущую. Таких вот делаю 8 раз. Вот такую растяжку мы делаем каждый день. Пишите в комментариях, какие еще видео на спортивную тематику вы хотели бы видеть. Мы обязательно все почитаем и возможно снимем еще парочку подобных выпусков. Если вам это было полезно и интересно, обязательно поставьте свой пальчик вверх. Любим, целуем. Подписывайся на канал ВВиктория.